Еще раз пройдем какие-то основные, прикладные вещи, которые могут быть полезными даже тем, кто давно уже практикует гнеопатию, потому что вы посмотрите на эти вопросы с разных сторон. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, отмечайте их в чате. Первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, после множественного вкуса мошек применения 4-х раз ледом в 3 крупинки продолжается сильный зуд. Что делать? Прежде всего, если вы уже 4 раза дали ледом, и зуд продолжается, значит, нужно искать другой препарат. Скорее всего, ледом неправильный препарат. И если мы с вами сейчас возьмем за пример этот вопрос, Ну, а потом, я думаю, что мы сможем с вами пройти по каким-то другим вопросам. Значит, давайте мы разберем основные препараты с точки зрения практически прикладной. Самое главное в данном случае, вот сильный зуд после укуса препаратом могут быть Апис, Календула, извините, Апис, Каладиум, Карболикумацидум. Нужно также иметь вращение, не забывать еще про ледом, веспу, лахизис. Давайте разберем основные характеристики, когда что он означается и почему. Итак, прежде всего, сильный зуд. Сильный зуд, скорее всего, это выброс большого количества гистамина. Кстати, гистамин тоже как препарат может быть очень полезен. Итак, Апис — это не просто зуд, это жалящая боль, это все горячее, это все отекшее, это все требует холодных аппликаций, улучшения от холодных аппликаций. И вы видите постоянную деятельность, постоянную занятость. Вот этот зуд, он во всем. И в иритации нервной системы, и в иритации человека, человек постоянно ищет себе какую-то работу, пытается отвлечься от этого зуда. И такое ощущение, что есть вот эта жгучесть, она не проходит, а улучшение будет от прохладного, не только прохладного воздуха, ванны, раскрытие частей тела. Ключевыми симптомами здесь может быть также необычная жажда. И все это в препарате Апис. Апис Мелифика. Итак, красная, горячая, отекшая, слишком много энергии, такое ощущение, что музыка пчелиного роя улья переходит в человека. И вот этот зуд, эта вибрация, это всё в человеке, он пытается это вывести. Далее. Очень сильный зуд может быть у колладиума. Я сегодня уже говорил об этом, ещё раз повторю. колладиум – это укусы мошек, укусы комаров, блох, мух. И вот эти укусы, они как будто бы зудят и горят, но здесь нет какого-то сильнейшего зуда. Здесь есть терпимый, но очень неприятный зуд. И вот эти укусы, они как бы мелкие, но они выводят человека из себя. И поэтому человек очень нервный, он легко возбудимый. Но вы не увидите там тот уровень неввозности, который есть в описи. А то есть в кавычках, но может убить. Здесь раздражение только отталкивается. Кстати, у колладиума есть страх заразиться чем-то. О, не дай бог, мошка там ужарила или какой-то насекомый укусила. О, всё уже. Страх. Это колладиум. И всё, что связано с курением. Беспокойство после курения. Очень чувствительны к табачному дыму. Ощущение, что мышление как будто бы в дыму. Всё расплывается. И на самом деле курение ухудшает и движение ухудшает. А то, что улучшает, это опять же холодный воздух. Ну, здесь очень много препаратов, которые нужно будет дифференцировать. То же самое. И посмотрите ещё один пример. Если место укуса, там, куда ужарила насекомое, не просто жгучие боли, не просто ощущение жалящего чего-то, что продолжает своё жалющее действие. Но в материи медика описано, как будто бы сотни раскалённых игл протыкают это место. Не одно что-то протыкает, как у Ледума. А здесь сотни. И эти раскалённые, прокалывающие иглы одновременно воздействуют на человека. И особенно в таких ситуациях, когда опис не помогает, а продолжает и у описа, и у этого препарата. Этот препарат называется Веспа. Это препарат из осы. И особенно, когда опис не помогает, нужно сразу же подумать про Веспу. У Веспы бывает очень сильное воздействие на ментальное состояние. Я вспоминаю, я когда заканчивал медицинский факультет Телевизского университета, работа моя была мастер по изучению гематоэнцефалического барьера и влияния на него яда осы. И мы тогда не могли определить и с точностью доказать, что есть это влияние. Но судя по изучению гомеопатической материи медики, я точно могу сказать, что есть влияние на не только нервную систему, но и на ментальный уровень. Такой человек, он как бы заторможен. И вот здесь может быть очень хорошая дифференциальная диагностика между АПИСом и Феспой. Получается как будто бы заторможенность системы. Теперь, что еще характерно для Веспа, это судороги и конвульсии после укуса. То есть такой человек не помнит, укусила я боль что-то или не укусила. Но воздействие очень глубокое. И по силе, по выраженности на локальном уровне, и по выраженности воздействия на всю систему. Можете себе представить, если может дойти до судорог, у него может даже быть отсутствующий взгляд. Очень интересный симптом для Веспа, нужно запомнить. Ему очень нравится мыть руки в холодной воде, то есть такое охлаждение. Ему очень нравится умывать лицо холодной водой. Мы говорим сейчас о препаратах, которые воздействуют на местном уровне. Но вы видите, уже приоткрывается и картинка воздействия на других уровнях, в том числе и на металле. А вот один препарат, который я хотел бы обязательно подчеркнуть и сказать о нем сегодня, это препарат, который вызывает генерализованную реакцию. То есть когда реакция не может остановиться в самом месте укуса или в самом соприкосновении с… В данном случае это может быть аллергический фактор, аллергологический причинный фактор. Когда мы видим, что после укуса пчелы вдруг неожиданно анафилактический шок, мы видим после соприкосновения с каким-то химическим веществом резкая реакция. Нужно срочно вызывать скорую помощь. А пока суд до дела, можно дать карболикум ацидом. Карболикум ацидом, а фенольная кислота – очень важный препарат. Так мы видим, что на примере одного препарата может быть реакция, когда организм не выдерживает, не удерживает это, не локализует эту проблему в месте. С точки зрения всего организма – это карболикум ацидом. Если это с точки зрения нервной системы – это гиперикум. Это основные препараты, которые имеют смысл помнить при укусах насекомых.